Как понять мужчину? Если он не в отношениях, это не значит, что он не хочет отношений. Они так же плачут, просто они не показывают эти слезы. Вы имеете огромнейшее влияние, потому что словом женщина может мужчину убить. Какой ты красавчик, у тебя туфли, у какой у тебя машина, какой ты успешный, какой ты накачанный. А что так можно, да? Что можно это от женщины слышать? Осчастливить словами, осчастливить реакцией, даже без действий. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог. И прежде чем перейти к этому видео, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно смотрите это видео до конца. Итак, первый пункт. Женщины и мужчины разные. Понимание любви, понимание отношений, понимание, что такое забота и поддержка. Потребности в отношениях у мужчины и у женщины абсолютно разные. Вы можете возразить и сказать, ну как это так? Мужчины хотят любви, и женщины хотят любви. Мужчины хотят чувствовать тепло в отношениях, и женщины хотят чувствовать тепло в отношениях. Мужчинам же нужна поддержка, и женщинам тоже нужна поддержка в отношениях. Да, звучит как бы вроде бы потребности одинаковые. Но если расшифровывать эти слова, расшифровывать эти термины, мы обнаружим, что мужчины и женщины, мы совершенно по-разному мыслим, мы совершенно по-разному воспринимаем, что такое любовь для мужчины и что такое любовь для женщины. Или же какую поддержку хочет получить женщина, когда ей плохо, когда она чувствует какие-то негативные чувства и в какой поддержке нуждается, как в потребности, мужчина в отношениях. Простой пример. Мужчине, когда плохо, они склонны к чему? Отстраняться от женщины, отстраняться ото всех, то есть уходить в какое-то свое некое одиночество, в некий свой эмоциональный контейнер, и ему нужно время, чтобы там восстановиться, скажем так, прийти в себя. Женщины же, когда им плохо, какую они потребность испытывают? Делиться своей проблемой. Им важно делиться, им важно коммуницировать, им важно эту проблему освободить. И чем больше, когда женщина это делает, тем легче ей становится. Я не говорю, что все женщины такие или все мужчины такие, как я их описал, но большинство именно такие. И таких различий очень много. И когда женщина этого не понимает, ей кажется, так, чего я хочу в отношениях? Она думает, так, я хочу любви, заботы и так далее. И поэтому я же этого хочу, и, значит, это тоже должна давать это партнеру, то, чего я хочу. И она начинает давать это, пытается дать это партнеру, и она удивляется, а почему так? Я вроде бы вот столько всего отдаю мужчине, а в ответ я не получаю того же самого. И не просто не получаю того же самого, а в ответ только хуже становится. А в ответ как-то вообще ничего не получаю, да, или только что-то со знаком минус. Это как раз по той причине. Поэтому важно понимать потребности партнера. Важно изучать с любопытством потребности партнера вашего. И правило, что относись к другому человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе, это, в принципе, мудрая фраза. Но она не на 100% корректна. Она не на 100% верна в отношениях с противоположным полом. В общих фразах она, конечно же, верна. То есть, если ты хочешь, чтобы к тебе с добром относились, относись и ты с добром. Если ты хочешь, чтобы твой человек позитивно рядом был позитивно мыслящий, и ты тоже должна быть позитивно мыслящей. В плане общих фраз, да, это так работает. Но в плане более глубинных потребностей, природных потребностей, к сожалению, так это не работает. И я думаю, что если вам не 20 лет, а 25, 30 и старше, вы уже смогли в этом убедиться. Мужчины и женщины, мы разные. Мужчины и женщины, мы имеем разные потребности в отношениях с противоположным полом. Мужчины и женщины, мы по-разному воспринимаем любовь, поддержку, заботу, секс и так далее. Следующий пункт. Мужчины не меняются. Это важно усвоить как истину. Если вы выходите замуж и вступаете в отношения с мужчиной, и вы при этом ожидаете, и вы знаете такое понимание. Да, в целом мне этот мужчина нравится, меня не устраивает вот этот, вот этот, вот этот момент, но я это изменю, я это дорихтую, я это откорректирую. Нужно задать себе простой вопрос. Если вы выходите, вступаете в отношения, либо же выходите замуж за мужчину, и задать себе такой вопрос. Если этот мужчина не изменится, и он продолжит быть таким, какой он есть, буду ли я счастлива и удовлетворена? Если ответ нет, скорее всего вы очень рискуете, вступая в отношения с таким мужчиной, потому что 98% вероятность, он не изменится. И наоборот, если вы говорите, да, абсолютно меня этот мужчина устраивает, я его люблю, я вижу в нем мужчину, я чувствую себя женщиной, тогда это отличный знак, что, скорее всего, вступая в отношения с таким мужчиной, вы поступаете разумно. Но многие женщины постсоветского пространства, они, конечно же, думают, что... И это не только постсоветское пространство, я учу английский, регулярно общаюсь с людьми, которые живут, коренными американцами, общаюсь регулярно для практики английского языка. Там та же самая история. Там тоже есть термин про женщин, которые постоянно хотят менять мужчину, постоянно его менять, корректировать, улучшать и так далее. Поймите, пожалуйста, ну не меняется мужчина. Ну если мужчина, скажем так, карьерист, и он мало времени проводит дома, скорее всего, и когда у него будет семья, будет с ним у него то же самое. И если вас это не устраивает заранее и вводит вас в дискомфорт, вы очень рискуете. Или наоборот, мужчина не целеустремленный, он ничего особого не делает, у него, например, какой-то средний ритм жизни, какой-нибудь там ниже среднего уровень амбиции. Это неплохо, он такой, как он есть. И если вас это устраивает, и это ваше, прекрасно. Но если вы думаете, что я сейчас, не знаю, пройду какой-нибудь женский тренинг, и начну его жестко там как-то очень интенсивно вдохновлять, и он станет амбициозным, супер целеустремленным, и его доходы вырастут в 30 раз, ну это, скорее всего, иллюзия. Или же, если он маменькин сынок, и у него с мамой очень тесная связь, блин, ну скорее всего, будет то же самое и в долгосрочных отношениях. И да, вначале это будет терпимо, но потом вы это будете пытаться как-то менять. А это очень сложно менять. Следующая истина про мужчин, что мужчины нуждаются в признании. Мужчины голодны на признание. Понимаете, потому что, вот посмотрите, как ведут себя взрослые люди. Вот когда подружки встречаются, как они? Ой, какая ты красивая, ой, какое у тебя платьичко, ой, ты волосики покрасила, ой, какая ты. Знаете, вы друг друга просто посыпаете комплиментами, да, девочка-девочку. И это как бы нормально, вы не стесняетесь. По отношению к мужчинам такого не происходит. Мужчины друг друга не посыпают ко мне. Ой, какой ты красавчик, у тебя туфли, у какой у тебя машина, какой ты успешный, какой ты накачанный, да, там, или какой ты умный. Ну нет такого в мужском поведении. И со стороны женщин в адрес мужчин такого же не происходит. Чаще, конечно же, комплименты в свой адрес слышат женщины, а не мужчины. Так устроен мир, да, так устроена ментальность. Если мы говорим про мужчин постсоветского пространства, они, в принципе, не то, что не слышали хороших слов в свой адрес. Они, скорее, знаете, преобладает статистика, то, что они слышали плохие слова в свой адрес, да, учитывая их детство. То есть им говорили, что с ними что-то не так, они какие-то не такие, они какие-то плохие, корявые, тупые, Петя умней, Вася сильней. Я понимаю, что женщины, которые выросли в это время, то же самое. Вы то же самое это слышали со стороны взрослых, со стороны родителей. А если вы этого не слышали со стороны родителей, значит, скорее всего, у вас было плюс-минус неплохое детство, не так, как было у большинства с точки зрения эмоциональной сферы. Я сейчас никого не обвиняю, родителей, бабушек, дедушек. Просто было такое время, и, возможно, сейчас даже полностью не искоренено. Это тоже продолжается, не очень корректное воспитание детей. И на этом фоне я так скажу, что большинство мужчин, в принципе, не слышат слов признаний. И признание это не в смысле «ты красивый», «ты классный», «ты замечательный», «ты хороший». Знаете, самое сильное оскорбление мужчины в адрес какой-то, знаете, какой? «Ты хороший человек». Если хотите оскорбить мужчину, скажите ему «ты хороший человек». Признание – это признание мужских качеств. Признание – это чего-то, то, что касается мужественности. Ум – это тоже мужественность. Каких-то способностей, какой-то физической силы, может быть, какой-то силы личностной силы, каких-то его достижений, каких-то его мужских личностных качеств. Мужчины не слышат этого. И если слышат, то очень редко, да, что ты умный, ты сильный, у тебя все получится, я вижу в тебе мужчину. Мужчины испытывают к этому не то чтобы дефицит, большинство из них вообще не знают, а что так можно, да, что можно это от женщины слышать. И большинство, конечно же, мужчин в отношениях слышат критику, что с ними что-то не так, на них там обижаются. И я не говорю, что бедненькие они, пойдите, пожалеете, скажите им, что какие они умнички. Хотя умничка это не признание, это тоже не совсем правильный комплимент. Поэтому мужчины обожают комплименты, мужчины обожают признание. А женщины почему боятся? Ну, то есть они не привыкли, они не видели, чтобы мама это делала по отношению к родителям, точнее, по отношению к папе. Они не видели, чтобы подружки это делали по отношению к своим мужьям. И многие женщины думают, что если это будут делать по отношению к мужчине, он расслабится, он как-то станет хуже. Или они видят классного мужчину, она думает, ну, что я ему буду говорить, он и так часто это слышит от других женщин. Я сейчас скажу ему что-то, да. И я стану очередной, от кого он это слышит. Это миф, это миф, что так происходит, поэтому нужно пробовать. И здесь два варианта. Нормальные мужчины от хороших слов, они становятся только лучше. Но тут тоже важно понимать, с каким эмоциональным состоянием вы говорите это. Потому что если вы говорите это, чтобы что-то получить от мужчины, это чувствуется. Или вы говорите, чтобы заслужить какую-то любовь или хорошее отношение к себе, это тоже чувствуется. Это важно говорить с щедростью, не ожидая чего-то взамен. И нормальные мужчины от этого, их отношения только улучшаются к женщине. У слабых мужчин, недостойных мужчин, они только расслабляются. Вы всегда можете эту ситуацию контролировать. И если вдруг что-то становится хуже, вы всегда можете перестать говорить слова признания по отношению к мужчине. И, конечно же, женщины тоже нуждаются в признании, безусловно. Но так как видео у нас посвящено больше потребностям мужчин, наверняка есть каналы на ютубе, где говорится, говорится, обсуждаются потребности женщин. У нас здесь канал про мужчин, про отношения для женщин. И поэтому я записываю здесь то, что интересно большинству. Следующая истина. Мужчина всегда воспользуется тем, на что вы согласны. Если вы приводите мужчину в свою квартиру, которая у вас есть, а у него нет, и вы согласны бы привезти в свою квартиру, он этим воспользуется. Если вы позволяете мужчине не работать, вы позволяете мужчине быть в депрессии месяцами, годами, быть невдохновленным, быть в депрессии, он на это соглашается. Если вы позволяете себе мужчине дарить подарки, дорогие подарки, он на это соглашается. принимать от вас дорогие подарки если вы позволяете мужчине работать в вашем бизнесе он на это соглашается если вы позволяете мужчине вами пользоваться это примеры тирании абьюзера если вы позволяете мужчине ограничивать вашу свободу он этим воспользуется если вы позволяете быть в отношении домработницей мужчина этим воспользуются если вы позволяете в отношениях мужчиной в сложных ситуациях быть мужиком он этим воспользуется если вы позволяете в отношениях чтобы ваш доход был обязательно важен иначе семье конец он этим это мужчина этим воспользоваться я сейчас говорю не про всех мужчин я говорю про большинство понятно что если вы встретили в отношениях у вас осознанный мужчина который понимает как устроена жизнь как все устроено понимает законы психологии а понятно что он не будет чем-то пользоваться он он скажет что ну не хочу я жить твоей квартире да потому что это не очень разумно давай-ка как-то по-другому да такие мужчины есть но если и вы уже соответствуете такому развитому мужчине тогда конечно вам такие будут встречаться но мы сейчас ведем речь про большинство и конечно же женщина соглашается не просто так на это все а под предлогом любви под предлогом но мы же семья но мы же команда но мы же любим друг друга да это нормально если ты возьмешь кредит на свое имя это нормально если ты продашь свою почку и ты купишь мне iphone в подарок поэтому конечно же вы наверно хотите услышать а приведи весь список на что не нужно соглашаться и тут же недостаточно не соглашаться на это это значит нужно стать категоричной холодные говорить я не согласна я больше не соглашаюсь я протестую нет этого недостаточно для этого вообще нужно обладать не просто знаете плоскими знаниями почему там на что-то не надо соглашаться для этого нужно 3d 5d понимать в режиме 5d понимать что как почему устроена для этого нужно иметь свою развитую личность для того чтобы вести разговоры диалоги с мужчинами на уровне да и поэтому я вас всегда приглашаю на бесплатный курс мужчина честно инструкция по применению который идет на протяжении пяти вечеров и где мы разбираем от и до психологию отношений психологию мужчины психологию семьи женскую психологию что как почему происходит поэтому прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся бесплатно следующий пункт он может быть звучать парадоксально но мужчины нуждаются в отношениях мужчины хотят отношений хотят семью хотят быть в отношениях женщинами может быть то девушка которая сейчас смотрит видео и мужчина какой-то мужчина с ней не хочет отношений может подумать что же за бред я здесь говорю поймите пожалуйста если мужчина говорит вам например что я не хочу отношений это переводится проще что я не хочу отношений с тобой по какой-то причине да он может эту причину озвучить слух а может быть не озвучить слух и но это не значит что если мужчина избегает отношений именно с вами это не равно что все мужчины не хотят отношений именно с вами мужчины хотят отношений мужчины нуждаются в отношении мужчины не чувствуют себя полноценным без отношений но да просто он не переживает это так тревожно как женщина до например 35-летняя женщина которые не в отношениях и 35-летний мужчина не в отношениях это разные реакции и это природно можно объяснить касательно функции женщины она же рожает ребенка и у нее есть подсознательно тоже потребность родить потомство родить ребенка и чем старше она становится тем это не легче тем есть определенные медицинские там показания которые могут осложнить процесс но то что мужчины не показывают и ходят за самодостаточным видом даже успешным вам кажется вот ему 40 лет он успешный богатый у него он красивый у него много поклонниц если бы он хотел отношений он бы давно женился да нет не факт если он не в отношениях это взять что он не хочет отношений если он не кричит направо и налево что я хочу отношения срочно ищу женщину если он не кричит это не значит что он не ищет но поверьте мне я общаюсь со многими мужчинами и успешными не успешными и есть там все мужчины которым за 30 у которых нет отношений если вы думаете что он ходит такой я красавчик я такой вообще класс классный такой классный зачем мне отношения вы ошибаетесь они также плачут просто они не показывают эти слезы просто они не показывают эти переживания именно так как показывают это женщины окончательный аргумент посмотрите сколько свадеб каждый день это кто женится там не мужчины это что женщины между собой женится свадьбы каждый день в мире в городе вашем стране вашей во вселенной свадьбы каждый день если бы мужчины не имели потребности быть в отношениях женщиной то этого бы всего не было если бы мужчины не имели такой потребности они бы не хотели на свидание если бы мужчин была потребность лишь заниматься сексом они бы лишь пользовались услугами женщин соответствующей профессии и не тратили свое бы время энергии на свидание финальный пункт для этого видео женщины имеют огромное влияние на мужчин вы имеете огромнейшее влияние потому что словом женщина может мужчину убить эмоционально морально просто в слов да даже просто вздохом когда женский вздох на мужчина что-то не то сделать и вздыхает это вы вздоха можете мухих не испортить настроение понизить самооценку словом словами понимаете и даже если вдуматься мужчина не способен женщину сделать словами счастливой не способен дать слова вот что мужчина должен тебе сказать такое без действий чтобы сделать тебя счастливей. Но женщина даже словами мужчину может сделать счастливым. Ощастливить словами, осчастливить реакцией. Даже без действий. Понимаете? Словами признаний мужчина такую может реакцию получить. Просто одну из самых счастливых в жизни. Понимаете? Чего не скажешь обратно. Ну что тебе мужчина скажет? Ты красивая, ты необыкновенная. Или что скажет? Я женюсь на тебе, но эти слова неподкрепленные действиями ничего не значат. А слова женские по отношению к мужчине имеют огромное влияние. Да? И понятно, что большинство женщин постсоветского пространства, вы знаете себя со стороны силы. Вы знаете, что вы можете построить карьеру, вы можете стать профессионалами, вы можете выживать, вы можете родить ребенка. Ну, большинство ваших, то, что вы знаете о себе, это касается таких, знаете, достиженческих, каких-то выживательных функций. Но лишь единицы из вас на данный момент понимают, в чем ваша ценность как женщины. Лишь единицы из вас вообще подозревают, что в вас есть женская сила. И о женская сила это не про достижение карьеры, хотя это тоже неплохо, да, я не отрицаю и не обесцениваю, если вам это нравится. Но то, что вы не знаете своей женской силы, то, что вы не подозреваете о ней, даже если те, кто подозревают, еще с ней не знакомы самой собой, а даже если вы знакомы, вы не умеете ею полноценно пользоваться. А это как новый язык. То есть, если я на русском всю жизнь говорил, я могу выучить английский, и потом разговаривать свободно еще, ну, точнее, говорить на разных языках. Так же и вы, как женщины. И, собственно, это одна из целей также канала. Не обвинить вас в чем-то, а показать, что вы можете гораздо больше. При этом не отрекаясь от той жизни, которая вам нравится, при этом не изображая себя кого-то, а исследуя себя, развиваясь и раскрывая свой женский потенциал. Поэтому более подробно приглашаю вас на бесплатный курс «Мужчина. Честная инструкция». Под этим видео кликайте по ссылке и записывайтесь бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях вашим мнением, вашим откликом на это видео. И до встречи!